Вот это вот фишка Як-Про. Это модернизированный Щукарь 380 от Тайм Триала для нужд рыбаков. Лодку делает на заводе Тайм Триал в городе Санкт-Петербурге. Длина лодки 380 сантиметров. Ширина 94-96 в зависимости от того, как будет стоять сидушка. Как выполнена лодка эта? Это два баллона постепенно сужающихся к носу и к корме от центра симметрично сужающихся. Диаметр баллонов 30 сантиметров. Ну, сужаются они. Толщина ПВХ. 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 Так, 550 на баллонах и 600 или 750 в клейка дна. Вклейка дна выполнена заходом. Заходом. Да? ПВХ толстая. там двойной. 550 и 650 получается 1100. Отлично. Вот. Лодка идет без надувного дна. Это уже дополнительная опция. Ну, сейчас расскажу, наверное, по порядку комплектации. Комплектация лодки это уже вот этот капюшон. Вот он. Это для удилища. Сюда пластмассовые трубочки вставляются. Крепление для удилища. Держатели. Также в корме есть. Тут у нас еще устройство одно. Но это я попозже расскажу, что это такое. Я вот, когда приезжаю на рыбалку, я сажусь в фиштрон чуть-чуть с дифферентом на нос. Ну, посчитал, что так мне это удобнее. Получается такая как бы управляемость, как у переднеприводной машины. более лучше управляется, меньше рыскания носа. Так, дальше комплектация. Это леера, держатели. Это уходит в основную комплектацию. Капюшон, держатель для удилища. Так. Фиштрон и крепление. Ну, вот. Фиштрон у нас крепится на баллоны. И вот так вот, вот так вот. регулируется. Вперед-назад. Что я приобрел из дополнительных опций? Ну, там еще в основной комплектации там аптечка, клей, латки. Не помню уже, что там лежит. Я уже давно не смотрел эту аптечку. Из доп. Опций, что приобрел. Весла. Такие вот. Ну, они прямые были. Это я их сам загнул уже. Так, чтобы подумалось мне, что такое КПД будет лучше. Хотя, сразу приобретайте нормальные байдарочные весла. Вот я сейчас заказал. Сейчас мне должны с интериала привезти в весла. деку. Деку. Полудеку с отливчиком. Приклейка деки и дна еще дублируется. Вот видно. Вот здесь вот видно такой-то уголочек снутри. То есть, и дно также уголком снизу проклеено. Навесной для мотора боковой. дно надувной сантиметров пятину толщиной где-то примерно так. Не такое, как у Варвара или там у Экшена. вполне нормально. Но для путешествий нам вдвоем это как раз такой нормальный дополнительная опция. Так. Весла. Боковой транец. Полудека. И вот здесь вот еще лежит у нас ТТ-комфорт. Кресло такое. очень простое, но при этом относительно недорогое и очень удобное. Простота, удобство, легкость. ТТ-комфорт. Ну, это вот фиштрон такой. Лодка плоскодонная. Естественно, с курсом у нее проблемы. Поэтому я предпочитаю плавать вот в одиночку с дифферентом на нос. Когда мы с супругой выходим вдвоем, нужны стабилизаторы. Стабилизаторы у Тайм-Триала на сайте есть. Двух видов там, Это плавничок такой, который устанавливается в корме. Там вот приклеивается. Или плавнички, которые устанавливаются здесь, вот, допустим, где-то тута и где-то тута. на баллоны снизу. Такие, как спинные плавники у рыбы. Только получаются они брюшные. Вот. Для чего? Для того, чтобы лодка держала нормальный курс. Но если приспособиться на ней плавать на веслах, то можно и без этих стабилизаторов обойтись. Это все по мере набирания навыков и опыта. Лодка ходкая, скоростная. Хоть она не такая, она без киля, как вега, но нормально набирает скорость. Естественно, тоже для байдарки это, для каяка. Носы у нее приподняты, нос и корма получается, что они приподняты над водой. Поэтому, наверное, не такая хорошая устойчивость, как вот допустим совсем с такой слоткой, который корпус полностью лежит, наводит. У экшена полностью лежит на воде корпус. Дно ставим, накачиваем сидушки. Сидушки для путешествий вдвоем я пускаю на дно прям, что ТТ комфорт, что фиштрон. И получается, что центр тяжести снижается вниз. Про путешествовали мы уже проходили сколько? Больше 12 походов, да? Я не знаю просто какие другие лодки, потому что я сразу эту приобрел. Я не знаю, какая по устойчивости экшен, какая по устойчивости фишка як. Просто фишка як. хотя немножко уже догадываюсь, они как бы получше по устойчивости. Но мне пришлось учиться сразу всем навыкам на не особо устойчивом фишка яки про. Не знаю, мне он показался нормальный. Мы ходим по Волго-Ахтубинской пойме где-то километров 7-10 от дома. Ну, не от дома, даже от берега. на рыбалку просто отдыхаем. Как бы приезжаю я на берег. Моторчик снимаем. И я хожу здесь вот. Поставили удочки и хожу там окуньей гоняю. Так, а теперь поподробнее вот об этом устройстве. о устройстве боковой выносной транец. Мне пришлось его немножко доработать. Вообще-то он стоит у него вот это вот поперечина консоль стоит вот здесь. Ну, это когда один ходишь с моторчиком. Так, как мы вдвоем сидуха у меня здесь вот этот фиштрон стоит здесь. Пришлось его сместить в корму. Вот столер мне из ясеня выточил дополнительные такие лонжерончики крепления. Пришлось перенести сюда. Все крепко стоит нормально так. Мотор когда приезжаю надо сразу снимать мотор. Потому что водка легкая может опрокинуться. Желательно конечно бы сразу продумать вариантик с аутригером. Чтобы был ну я на сайте там триала такой транец не видел. Видел только вот этот транец без аутригера. Хотя там в разработках у них есть. Вот этот стабилизатор они получается их отвязываю и они в воде находятся. Это резинка. резинка регулирует. Вот дятел. Горлица дятела еще глуха. Песня пока есть. Сейчас я пойду куда-нибудь за хищником. Вот такая вот лодка. можно заказать с различного ПВХ. То есть кому где ходить. Я вот заказал такое. Думаю что мне слишком толстый здесь не надо. Так эта лодка она не вареная. Эта лодка клееная. Технология сварки горячим там как-то воздухом у них. Она применяется только на лодках линейки Аргона и его уже производных моделей от него. Так вполне уже сколько проходили. Летом Астраханская область жарко. Нормально. Считаю мы его когда приехали стараемся его занести в тень куда-то под деревья положить в кусты там затащить. Видел я у нас тут астраханский рыбак он у него варвар 380 он его так жестко нормально эксплуатирует зеленого цвета он стандартного не знаю он расклеился не расклеился он уходит сколько он видео снимает обзу со своей рыбалки всегда один уходит на этом варваре юль хорошая лодка очень хорошая удобная хорошо идет стабилизаторы конечно большую роль играют в этой лодке потому что ее не уводит налево направо а так лодка очень быстрая надувные баки у нее очень хорошие широкие седуха удобная мы можем ходить вдвоем ну да я конечно не думал что буду эксплуатировать ее вдвоем но получилось так что заказал я ее заказывал тремя заказами сначала я заказал просто лодку в комплектации потом дозаказал дно потом дозаказал весла все так в 3 заказа мне его собрали и зимой зимой я ее заказывал тогда была скидочка на нее это где-то она 19 500 что-то около 20 тысяч стоил сейчас она 23 что-ли стоит вот если правильно все духи установить накачать дно то будет нормально идти я просто малоопытный в этом деле все пришлось как бы учить со временем прокручивать все это в голове вот у нас вода спокойно здесь нету горных речек нам толстый пвх тоже не нужно потому что тут камней нету никаких выступов все вода спокойная вот такая вот лодка производит на заводе тайм триал который производит любые надувные изделия для рыбаков для мчс они производят какие-то домкраты всякую надувную продукцию из пвх тпу и аэрдека вот кстати сидушка вот это вот это аэрдек материал он более плотный прочный а тпу наоборот он более легкий хотя тоже прочный вот всем приятного отдыха и удачных походов так это вот с дифферентом на нос при этом без стабилизаторов вообще отлично идет еще удобно как бы делать грибки потому что не задевает за баллоны вот такое вот движение получается а когда ближе к корме то рыбка не больше и больше отклик на весло в горизонтальной плоскости дифферент небольшой седуха стоит где-то сразу за линией разделения лодки это вот я иду против течения небольшое течение есть но тут его нету потому что вот там вот берег течение основное здесь вот это вот и это вот вот Субтитры сделал DimaTorzok